Вот только такой вид удалось снять, это пол прицепчика, тут все захламлено, конечно, но прицеп новый, вверху вентиляция, дверки, отопитель спереди, одна ось сзади, двускатная резина, подключается воздух, ручной тормоз там, шкворень, прицепчик небольшой, наверное метров 8 в длину. Адас, а Марка какая у него? 828, вот он Адас, ага, шкворень, ну этот вот 160, почему 160, сейчас мы выясним, почему 160, потому что тут отопитель стоит, ОВ-65, наверное, да, 65, 828 и М86241, шкворень, Так, измеряем высоту зацепа, 1070, 1070 миллиметров высота, но он стоит на лапах, может быть немножко надо приподнять или опустить, ну в принципе вот его зацеп, 1070, а здесь вот я, шкворень, 1010 до 1045, где-то так, у нас тут опоры, выкатные, а какого года он? Выпуска, 89 год, так, шикарный прицепчик, конечно, это ручной тормоз, да, здесь? Включной тормоз, ага, у нас подвеска, Состояние-то нормальное вроде, а это алюминий у него, нет? Алюминий, да? Куда можно зайти, да, посмотреть? Внутри, кто там? Так, ага, вот так вот, вот так вот он выглядит, со светом. Это была какая-то мастерская, наверное, да? Мастерская. А документы на него получены какие-нибудь? Нет. Он без документов вообще, да? Нет документов. Да, да, я документы, например, там же беру, там на ней подороже будет. Этот без документов, так? Угу. Понял, а вес его какой, этого прицепа? Седьмой там. Это фанера, фанера, да, обшивка? 88, да? Обшивка фанера, а, вот, там, не знаю, пенополиуретан, что ли, может быть. Вот здесь вот, а, у вас есть, да? Там пенопласт, там пенопласт или пенополиуретан, не пойму, что это такое. Пенопласт. Пенопласт. То есть фанера внутри, а снаружи алюминий, да? Алюминий, да. Ага. Так, а вот его цена 160, потому что он с начинкой какой-то, да, или с чем? Тут и резина с настоянием. 1986 год выпуска. Нет, 80... А, похоже, 86, не закрытая она. 8861. Военный завод, а какой, 804, что ли? Военный завод. Мозг у него свой, говорят, ребята. Амортизаторы, рессоры, подушки. И он сейчас заторможен стоит, и он... Колеса не крутятся, нужен воздух, да, чтобы его... Он покатится, если с ручника снять, да? Нет, если с ручника снимем, мы спокойно можем его передвигать, да? Семь тонн, конечно. А запаска у него? А, вот запасочка. Запасочка, да. Интересно. Прицепчик. Семь тонн, может, это нагрузка, семь тонн, нет? Которую он может перевозить, нет? Нет, нет, ладно, больше нет. Да? Это суперковка. АТС, возможно, это была АТС. Телефонная станция, возможно? Да нет. Неужиданно. Нет? Все алюминий, да? А здесь вот какая-то ржавчина, конечно. А это, возможно, железо, да? Да, вот от нее, эти ржавчины. Ага. Хорошо. Так, запасочка. Так, а вот здесь 4,65, видите, написано. Так что это разные цифры. Это вот уже, может быть, это нагрузка. Это, возможно, как раз его вес пустого, да, АТС уже полный с оборудованием. Это УВ-65, по-моему, да? Она самая. Угу. Так. Так, а интересно, что там снизу написано? Вот, извините. Очередную консервацию произвести 8 ноября 1986 года. Значит, прицеп 1986 года. 86-й год выпуска прицепа. Не 88-й. 86-й. Шикарно смотрится. Мы открыли, а там это. Это вентиляция. Так, и тут где-то. Ага. Это вентиляция. Предполагаем, все-таки, что его 4,65 тонны вес и 7 тонн его полная разрешенная масса с грузом. Топливо. Это топливо для обогревателя. Так, все, с этим понятно. Давай-ка. Да.